здравствуйте многие ребята спрашивали о садоводстве о выращивании разных овощей фруктов ягод и прочей вот это вот нашей флоры которые можно кушать это как я уже сказал предыдущем ролике это очень хорошо для самоуспокоения для физики экологии и так далее так далее ну давайте начнем с некоторых вещей некоторые растения которые выращивают и далее вы уже можете задавать вопросы можете где-то в коментах поправлять я думаю что вы слышите вот этот самолет летит на военно-воздушную балду может быть даже где-то там попадет ладно можно он вы видите здесь вот огурцы до огурцы очень хорошая вещь но во-первых они требуют хорошей почвы хороший дренаж и очень много воды воды здесь хватает несмотря на то что вы видели были как бы засуха какая-то не засуха жаркие очень не воды здесь хватает попытайтесь садить сажать их так чтобы не очень сильные солнышко обжигала по лету и старайтесь сажать их как можно раньше по весне если вы посадите когда грубо говоря только начинается весна то соответственно гарантирован первый урожай потом вы выращиваете уже 2 урожай огурцов и вас будет их много все зависит от того что какую почву будете я очень рекомендую золу очень рекомендую очень много навоза лучше навозной жижи как-то австралийцы это называют чаем каким-то надо его бродить ну понятно перебродившая это вся ерунда травяная масса хорошая такой как они говорят чай дает вот и старайтесь снимать огурцы почаще потому что они когда становятся большие они слишком много забирают на себя сил короче говоря вот так вот и когда очень длинные они растут постарайтесь их прищипывать соответственно что больше они уделяли внимание именно не зелени а вот именно производства огурцов и постарайтесь чтобы были опылители потому что или тогда сами опять пыляте и это гарантирует вам может быть не рекордный урожай достаточно много огурцов вы видите вот там вот листы банана банан неприхотлив растет красиво дает много бананов польза банана в том что то что вы берете обычно это проходит через какие-то камеры созревание обрабатывают какими-то химикатами газами сколько я понимаю это не натуральная не натуральная спелость поэтому постарайтесь если у вас есть какой-то учаток земли постарайтесь иметь парочку бананов очень красиво очень экзотично очень полезно и в то время когда вы могли купить ящик бананов за долларов оно прошло бананы стоит так в среднем полтора-два доллара за килограмм это и по бюджету хорошо но главное что бананы это очень хороши именно то что домашние они полезны сортов очень много не гонитесь за какими-то известными сортами по урожайности просто берите то что вам больше нравится в конце концов берите то что скажем есть у меня есть там несколько бананов эти отрочки идут у кого есть бананы просто берите у них эти отростки и выращивать вот здесь вы часто видите когда если на туда видеоролики вы видите здесь плоды страсти плоды страсти бывают нескольких видов видите особо вырастут который посередине вот такие в основном надо и брать вот они обычные типичные есть такие похожие на бананы есть еще родные еще два вида они достаточно прихотливые достаточно плохо растут поэтому постарайтесь может быть пользоваться вот этим обычным он самый быстрорастущий похож на виноград кстати именно своей структурой ветвей и листьев вот требует не так много полива жары не боится не боится когда его опыляешь просто обрызгивая по жаркому климату то есть нет ожогов листьев вы видите арбузы арбузы шикарная вещь растут ничего не боятся забьют любые сорняки может быть надо прополоть один-два раза дальше арбуз замечательная вещь арбуз вкусен арбуз приятен полезен красив вот лучше смотрится чем газон не скажете да вот и чеснок вот здесь вот чеснок тоже можете видеть его так много чеснок он чем хорош чеснок он как кстати базилик где-то можете видеть базилика тоже полно чеснок и базилик они своим своим особенно чеснок действует как бы обеззараживает болезни от насекомых и соответственно его надо сажать на везде можно выделять вот как эту грядку вот а так вообще садиться сажайте везде вдоль забора еще посажу вот от ботвы чеснока какие-то остатки там когда вы там после эти делать и так далее все это вы можете заквашивать можете кипятить но лучше грубо говоря смешать с водой и затем обрызгивать растения если вы хотите чтобы у вас допустим фруктовая муха не зверствовала не применять химии вообще-то полезная вещь и с мыльным раствором особенно очень применяется широко в россии здесь не исключение можно делать в принципе то же самое баклажаны здесь нету колорадского жука поэтому баклажаны растут очень хорошо я бы очень рекомендовал их сажать да кстати про базилик забыл закончить без них базилик очень красиво цветет очень его любят пчелы поэтому там есть у вас базилик проблем с опалением не будет базилик очень неприхотлив любой почве выдерживает любую жару и соответственно как приправа и сушеные свежие мороженые даже но в меньшей степени я бы рекомендовал делать как как можно больше потреблять разумных пределах срой базилик все остальное засушивать и можно даже перемалывать вот таким образом оставляя эту приправу высадила лес овес потому что просто нравится травка ради травки постоянно ее подсаживаем говорят кстати хорошо улучшается структура почвы здесь в одном как бы горшке куча мяты этой мяты хватит а не знаю там на большое количество людей мята свеженькая она хороша напитках в том числе и в алкогольных чай с мятой хороший тут есть подорожник еще вот подорожник хорош ну знаете там при всяких его кстати используют в мелкий лист подорожника в салатах но я до такого языка не дохожу но использую его есть какая-то рано что у нас тут еще есть до цитрусовые цитрусовые не поражаются мухой фруктовой поэтому они хороши это обычные апельсины и красные апельсины обычные грейпфруты и красные грейпфруты и мандарины и лимон лайм все это у меня есть или почти все по красных апельсинов у меня нет вот но но некоторые как бы говорят что надо усиленно поливать эти деревья и и некоторые советуют поливать их мочой не знаю я как-то стесняюсь вроде тут это люди ходят как-то но я думаю оно будет расти так вот что у нас тут есть еще мелкий лук зеленый очень рекомендую это самая лучшая трава вот и она у меня посажена какие-то разные луки тут все зеленые вот наверно можно и белые сажать но в белом на рынке беру не пришло еще время когда у меня фазенда пропашные угодья увеличится в четыре раза в три-четыре раза тогда уже будет до всего уроки до доходить манга очень полезная не поражается мухой не очень прихотливая жары как бы очень сильно не любит но выживает выжил и слава богу манга не скоро дает плоды вот то же самое кстати как и авокадо но манга не сильная корневая система хорошо авокадо старайтесь не выращивать рядом со зданиями или с плотными кирпичными заборами потому что корневая система лет через 15 может уже начать разрушать какие-то стены подымать бетон то есть будьте поосторожны хотя есть сейчас авокадо которая растет 4 метра это нормально что у нас там еще есть тыква тыква как арбуз растет везде я бы сказал что тыква более прихотливая чем арбуз но при хорошем поливе и при каких-то там здесь зверской жаре все будет нормально тут уже надо прищипывать ее чтобы она слишком длинных плетей не давала вот но обычно это как это физическое ограничение поэтому все равно приходится прищипывать и тогда все идет в рост тыквы тыква очень приятное такое у нас дело и клубника или садовая земляника садовая земляника это то что всегда надо выращивать смородина кстати на смородину клюют птицы очень сильно а вот что касается садовой земляники как это садовая земляника она дает лист очень хороший чай смородиновый лист и вот земляничный сама ягода вам много то в общем то и не надо это ягоды и грядка там два квадратных метров если ремонтанная клубника в основном на ремонтанная то соответственно у вас проблем не будет и вас будут ягода круглый год сорта которые с россия не мягковатые ароматные лично имел благодаря дине большое спасибо нам дело меня русской садовой земляникой сосед араб дал мне очень хорошую базовую австралийскую землянику и я еще купил то что мы называем эту лесную землянику и мелкую ну к счастью или к сожалению все тут переопылилось в итоге практически получилась одна ягода ягода вкусная ее не то чтобы много но она постоянно идет если хорошо ухаживать очень очень правильно уделять много внимания и будет очень много вот это вот основа скажем так моего хозяйства есть тут и другие деревья и растения вот так что спрашивайте всегда буду рад ответить это очень приятная и полезная вещь быть таким садоводом в австралии